Добрый! Рады вас видеть на канале Арахнофорбс. Сегодня мы продолжаем цикл видео циклопедии видов птицеедов. И героем этой рубрики сегодня у нас Кантаскурия геникулята. Если кому использовать латинское название в лом, можно использовать геникулята или гена и вас поймут о каком виде идет речь. Ареал обитания. Кантаскурия геникулята обитает в бразильских лесах. В описании вида часто написано, что обитают в северных районах Бразилии. Если мы возьмем статьи, где указаны точные точки поимки экземпляра, мы встречаем такие штаты Бразилии, как Рандония, Рорайма, Пара, Мату-Гроссу. Следовательно, обитает данный вид в северной и центральной части Бразилии. Вид природе в основном ведет ночной образ жизни. Однако адультных самцов, которые рыщут в поисках самки, можно встретить и днем. Неполовозрелые особи живут в трубчатых норах, расположенные под камнями, упавшими деревьями и в оврагах. Размеры. Самки размер тела около 8-9,5 см. В размахе ног 18-21 см. Размер тела взрослых самцов более изменчивый, а размах ног у некоторых особей достигает размера крупных самок. Половой зрелости самки достигают в возрасте 3 лет. Самцы достигают половой зрелости в возрасте 1,5-2 лет. Контоскурии гинкулята в основном нервный паук. Чаще просто чесывают волоски, не проявляя сильную агрессию в сторону оборонительного объекта. То есть не пытаются укусить при любой возможности. Резко попадаются особи, не проявляющие вообще оборонительного поведения, но особо следует сказать о реакциях на волоски. Многих киперов в течение времени при общении с данным видом кожная реакция возрастает и вызывает сильный эритему с зудами почесывания. Яд мало токсичный. В этом разделе, конечно, стоит сказать пару слов о кормлении. С кормлением оконтоскурии гинкуляты не возникает проблем. Едят они хорошо и не боятся кормовых объектов одинаково с ним размер. Содержание. Крайне неприхотливый вид. Любит влажность в районе 80%, однако и хорошо переносит понижение до 60%. В естественной среде обитания такие периоды повторяются каждый год по 2-3 месяца. Единственное, если влажность теря небольшая, не забывайте про паилку. Диапазон изменений суточных температур в естественной среде обитания позволяет держать оконтоскурии гинкулята в диапазоне 22-30 градусов, однако оптимальное для разведения содержания 26-28 градусов Цельсия. Террариум для содержания взрослых особей лучше 25 на 30 и высотой 25. Слой грунта около 4-5 сантиметров. Активно строительные работы иногда ведут неплавозрелые особи, что согласуются с наблюдением в природе. Размножение. Самцы данного вида имеют крупные размеры. Самки готовы к спариванию и проявляют агрессию к самцу. Самки не готовы к спариванию, сразу проявляют агрессию к самцу, и если вы видите такое поведение, то лучше спаривание не проводить. Однако есть очень настырные самцы, которые желание самки не очень-то интересуют, но если спаривание прошло в таком случае, тогда и есть риск потери самки. Самка, к примеру, готовилась к линьке уже. Плодовитость от 700 штук до 2970 паучат в одном коконе. В среднем около 1000-1200 штук. Цена. Молодь первых линий код 200 российских рублей. Самки 4,5 сантиметра телом около 1500 рублей. Субадультные и адультные самки около 2500 российских рублей. Высокая распространенность хобби связана с низкой ценой, высокой плодовитостью, крайне низкой смертностью, а также ранним попаданием вида в хобби. Плюсы контакт с курей гинекулят. Крупные размеры и запоминающаяся внешность. Простота содержания и разведения. Дешевизна. Минус. Достаточно нервный паук. Сильная реакция кожи на волоски с последующими контактами может усиливаться. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Делимся с друзьями видео, подписываемся, ставим лайки, жмем колокольчик. Всем удачи!